МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тарифы в три раза выше обычных. Отчего так подорожала коммуналка у жильцов поселка Ясная Поляна? Посетителям нравятся выставки. Очень были еще раз хорошие, добрые. Полотна и скульптуры. Открылась новая выставка товарищества орловских художников. Генеральный партнер главных новостей кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Госдума до конца 2019 года рассмотрит 26 законопроектов по реализации нацпроектов, сообщают федеральные СМИ. На сегодняшний день в Орловской области сформировано и утверждено 47 региональных проектов. Основная цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» увеличение к 2024 году числа занятых в сфере малого бизнеса Орловской области до 108 тысяч человек. Сейчас эта цифра превышает 91 тысячу. Разработан комплекс мероприятий с общим объемом финансирования более 480 миллионов рублей. Ежегодно в рамках нацпроекта мерами господдержки будет охвачено более трех тысяч предпринимателей. Планируется выдача не менее 530 льготных микрозаймов, а также существенное расширение объемов выдаваемых государственных гарантий. В минувшем году впервые прошел всероссийский конкурс на лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится по поручению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По условиям конкурса муниципалитеты готовят проекты благоустройства значимых общественных пространств. Мнения и предложения жителей обязательны. Проект благоустройства парка машиностроителей в пятницу 19 июля обсудят жители города Ливны. В 13 часов в актовом зале городской гимназии начнутся общественные слушания. Будет представлен проект благоустройства парка машиностроителей, его детали, жители города Ливны, представители общественных организаций, краеведы и работники сферы культуры обсудят в ходе городской проектной мастерской. Напомним, аналогичные мероприятия уже состоялись в некоторых райцентрах Орловщины. Аллею славы выбрали новосельцы для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. Планируется размещение смотровой площадки, с которой откроется вид на реку Зушу, на просторы Среднерусской равнины возвышенности и на Острожную гору, с которой начал свою историю город Новосель. Амчане проголосовали за обновление набережной реки Зушу возле горы Самород. Проект подготовил архитектор, директор Центра компетенций по вопросам городской среды Орловской области Роман Блажевич. Важность проекта в первую очередь заключается в том, что у малых городов появляется возможность заявить о себе, о той идее, которую в нее закладывает архитектор, не говоря уже о том, что они получают возможность реализовать эти идеи. Напомним, Болхов и Дмитровск стали финалистами Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Для того, чтобы малые города Орловщины получили федеральные средства, работа над проектами продолжается. Возможность заниматься спортом в комфортных условиях в любое время года появилась у жителей поселка Красная Заря. Там по программе развития физической культуры и спорта построили современную спортивную площадку. Стоимость объекта 7 миллионов рублей. Финансирование велось из областного бюджета. Светлана Бабарыкина побывала на открытии. Где строить современную спортивную площадку долго не думали. Так сложилось исторически, что именно здесь не одно поколение краснозоринцев с удовольствием гоняло в футбол. Многофункциональность площадки в том, что здесь можно заниматься теннисом, футболом, волейболом. Зимой можно заливать корт. Возможности практически неограниченные. Для детворы это хороший подарок. Наверное, поэтому именно им была предоставлена возможность перерезать символическую красную ленточку. Оставили старый корт и вокруг площадки на деньги местного бюджета сделали беговую дорожку. На строительство самой площадки денег не потратили ни копейки. Сегодня, чтобы построить вот такое сооружение в нашем районе, нам просто не под силу было бы. Объект стоит 7 миллионов. В районном бюджете таких денег нет. Губернатор отметил, что такие площадки в области будут появляться периодически. И уже сейчас ведется подготовка к сдаче их в эксплуатацию. У нас в этом году 14 спортивных объектов мы запланировали. Я просто сейчас не хочу предварять окончание строительных работ, потому что, как вы видите, помимо самой спортивной площадки важные качества. Потому что мы эту площадку строим не на один год. И сейчас мы и с администрацией района договариваемся о том, что помимо ее постоянной работы, она действительно должна работать 24 часа. Это и вечернее время, и дневное время. Нужно подумать и по освещению, чтобы была возможность освещения и в зимний период. Но и самое главное – качество. Поэтому сейчас по всем тем работам, которые начали в прошлом году, будем завершать. В «Красной заре» сильные волейбольные и хоккейные команды. Спортсмены показывают серьезные результаты в борьбе. Мяч со своими автографами они вручили губернатору. Кто знает, возможно, кто-то из них в будущем станет олимпийским чемпионом. От имени юных спортсменов прозвучало клятва верности. На открытии площадки были ветераны спорта. Юрий Федосов с 1957 года играл в футбол за местную команду «Урожай». 15 лет был ее капитаном. Со своими товарищами по команде опробовали качество покрытия. Всех удивляет и радует это поле. Я вот попробовал сейчас 11 метров штрафной удар пробить. Я получил такое удовольствие, ощущение, что как будто я вновь появляюсь и начинаю только лишь играть в футбол. Хотя мне уже 80 лет. Сразу после торжественной церемонии открытия местная ребятня стала активно осваивать тренажеры. Развитие массового спорта – одна из ключевых приоритетных задач государства. Светлана Бабарыкина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной». Проблему фермеров губернатор области Андрей Клычков обсудил с главой одного из краснозоринских хозяйств. Ферма находится на границе с Липецкой областью. Коровы, черно-пестрых и сементальской породы на свободном выгуле. Из 2500 голов – половина – дойное стадо. Задействованы 250 человек, которые обеспечены работой, хорошими заработками. И достаточно молоко, оно на сегодняшний день очень окупаемое. Нам по 6 рублей сдавали, а сейчас, когда 20-25, ну это просто живи за радостью. Представители группы компаний «Сырыбогатов» приезжали на ферму, чтобы узнать о технологиях работы и возможном сотрудничестве. «У них объемы большие, нам для того, чтобы обеспечить их первичную потребность, нам нужно в два раза увеличить поголовье молочного стада. Естественно, сейчас у них запланировали на август-сентябрь запуск уже производства. Все технические вопросы решаем, и стоят вопросы. То есть, первый вопрос к нашим уже предприятиям, готовы ли они увеличить свое стадо при наличии сбыта, прямого сбыта, гарантированного сбыта. Причем мы понимаем, что для сыра оно несколько другое, а в качестве молока нужно. Но это тоже, это и поголовье, это и большие места, и поэтому я думаю, что в департаментах присутствует, мы, как только увидим, что запускается производство, уже не 500 тонн в день, в сутки. Соответственно, нужно будет постоянные поставки». Уже сейчас это хозяйство работает с серьезными холдингами по производству молочной продукции. Валерий Труфанов заверил губернатора, что и к этой работе они готовы. «Необходимо дать российским фермерам возможность организовывать добротные фермерские хозяйства, активно производить сельскохозяйственную продукцию, уделив при этом особое внимание фермерам-начинающим, которые только стартуют или же планируют начать в ближайшее время свою деятельность. Без господдержки аграриям сложно добиваться серьезных результатов, говорит президент Владимир Путин. В Орловском регионе малые формы хозяйствования получают поддержку по всем направлениям, реализуемым в АПК. За последние 6 лет на средства грантов организованы 23 семейные животноводческие фермы. Помощь получили почти 140 начинающих фермеров. С 2019 года в Орловской области реализуется региональный проект создания системы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и развития сельской кооперации. В рамках данного регионального проекта предусмотрена государственная поддержка, тоже в виде гранта, называется она «Агростартап». До 2024 года мы должны освоить финансовые средства в размере 303 миллиона рублей, из которых 267 миллионов рублей – это средства федерального бюджета, около 3 миллионов рублей – это средства областного бюджета и 67 миллионов рублей в небюджетные источники. 17 июля в Дмитровске произошла трагедия. В пожаре в частном доме погибли трое детей. Сигнал ОЧП поступил на пульт пожарной охраны в 15.39. Сюда было направлено два отделения, которые прибыли, сработали быстро и эффективно. Мы видим по результатам пожара, что здание целое, выгорело изнутри. Из горящего дома пожарные извлекли тела трех детей. Двух мальчиков и девочке. Ей ничего не исполнилось и года. Эта семья у нас в Дмитровске стоит как многодетная, но благополучная. То есть на учетах она нигде не стоит. То есть родителей в употреблении спиртных замечены не были. Что могло стать причиной пожара, в котором погибли дети? Найти ответ предстоит специалистам. Глава регионального ведомства озвучил одну из предварительных версий. В настоящее время на месте пожара работают представители следственных органов, УМВД, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Отрабатываются различные версии, в том числе одна из приоритетных версий, если это можно в настоящий момент сказать, что это детская шага. Но также еще я говорю о отрабатывании, другие технические версии, которые могли стать причиной данного пожара. Стоимость коммуналки, как в элитном жилье. Жители поселка Ясная Поляна Уридского района ведут переговоры с директором управляющей компании. Предметом спора стали тарифы, которые выросли в три раза. В теме пыталась разобраться моя коллега Виктория Яркова. Жители Ясной Поляны Уридского района ведут борьбу со своей управляющей компанией. Людям не понравился тариф, который предложен им жилводсервисом. Так именуется управляющая компания, которая с 2008 года обслуживает эти трехэтажки. Нет, конечно, это очень дорого. Три тысячи из трехкомнатной квартиры. У меня пенсии не хватит. У меня за газовое отопление три тысячи, за это три тысячи, остальное тысячу. А жить я на что буду? Это очень дорого, во-первых. Во-вторых, работа не стоит таких денег. Мы просто за столько времени, я говорю, нет никаких результатов. Если мы согласимся на этот тариф, он опять же приедет с баллончиком пены, запенит нам эти двери. И все, ну ничего не делается. А на аварийное обслуживание вы тоже не согласны? Нет, на аварийное мы не согласны, потому что у нас живут в основном пенсионеры. У нас очень коммунальные, у нас, наверное, дороже, чем в Орле. Процедура смены тарифа такова. Принять и утвердить должны сами жители. А они не хотят. Даже несмотря на то, что управляющая компания предоставила обоснование тарифа. Расчет экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого фонда. Вот по дому номер один, дому номер два. То есть он пишет все, что он потратил за 18-й год. Ну, какие ремонтные работы проводились. И планируемые на 19-й год, что планируют они сделать. И, соответственно, он как бы и тариф рассчитал. В 18-м году что сделали? Ничего. Жилвод-сервис предложил людям платить больше в три раза за содержание и обслуживание дома. Раньше квадратный метр жилья стоил 7 рублей. Новый – почти 30. Значит, провели общее собрание на этом доме. Среди тем, что много работ по ремонту и обслуживанию этих домов. Те тарифы, утвержденные тарифы, которые есть на самом деле, они не обеспечивают нормальное содержание этих домов. Вот, предложили им, значит, сделали расчет ремонта вот этих двух домов. Что нужно, что необходимо в первую очередь сделать, чтобы привести их в порядок, этих домов. Сделали расчет. Вот. И, согласно этому расчету, вывели тариф. Необходимый тариф для того, чтобы обслужить для нормального содержания этих домов. Я поняла. А сколько это тариф? Это в три раза больше, чем существующий тариф. Придел там 30. А что угодно. Это их собственность, их дом, правильно? Чтобы его поддерживать, нужно нормальное содержание, нужно денег. Получается, я в социальной сети написала Денису Блохину, и он ответил, что тарифов таких нет, а останавливаются они собранием жителей. И как бы, ну, собрание было, но с тарифами этими мы не согласны. Почему вы не согласились именно с этими тарифами? Ну, во-первых, это очень дорого. Допустим, у нас однокомнатная квартира. Раньше пластили, грубо говоря, 250 рублей за однокомнатную квартиру. Сейчас это около 900 рублей. И, ну, эти денег не видно, что они уходят действительно на ремонт. В этом году действительно с нашей стороны, когда текло, ну, при дождях стены, нам промазали швы. Но так же, как и было, все течет. Трехэтажки дома не старые. Просто выглядят так. Им всего лишь три десятка лет. Треть этого срока дома приводят в порядок жилвод сервис. Как приводят, люди хорошо знают. Раз приехали, сделали, дождик пошел, крыша опять потекла. Приехали следующие, ну, там, на следующий день, там, через два дня. Они опять делают. Ну, деньги с нас же они снимают. Вот они раз приехали, второй, третий раз. Делов по их них не видно. Деньги все сняли. Вот он там. Они приехали, сделали, отписался, отписка готова. Правда, несколько лет назад был ремонт в подъезде. Сейчас только не поблекший цвет краски напоминает о том счастье. Зданию 30 лет, домам 30 лет. Управляющая компания никак не ведет работу. Один-единственный раз делали ремонт в подъездах. И это посмотреть, какой ремонт, там все отвалилось, штукатурка, везде трещины. Интересно то, что тариф, с которым пока не согласились люди, директор управляющей компании предложил не всем домам, которые есть у него на обслуживании. Видимо, первый и второй по улице Центральной заслужили такое пристальное внимание. А тем временем жители Уридской Ясной Поляны решили не сидеть сложа руки и отправили коллективную жалобу на действия управляющей компании в жилищную инспекцию. Орловской области. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Как работает технология мобильных избирателей? Об этом рассказали специалисты область Сбиркома сотрудникам МФЦ, которые будут принимать заявления от Орловчан. Старт обучающим семинарам дали на площадке многофункционального центра. Подготовлено специальное программное изделие, которое разрабатывается в Центральной избирательной комиссии. И, собственно, это программное изделие будет использоваться для подачи этих заявлений. Оно в электронном виде. Сейчас пройдет практическая часть для обучения этому изделию. Технология мобильный избиратель позволит жителям региона голосовать на сентябрьских выборах не по прописке, а по местонахождению. Подать заявление можно через портал госуслуги, обратиться в МФЦ или любую территориальную избирательную комиссию. В Орловском областном выставочном центре открылась традиционная экспозиция «Товарищество орловских художников». На ней представлено 200 живописных и скульптурных работ. Тему продолжит Наталья Чунина. «Товарищество орловских художников» было организовано 31 год назад. У истоков общественной организации стоял заслуженный работник культуры России Николай Комов. На протяжении 20 лет он возглавлял это творческое объединение и считает своих коллег по кисти единомышленниками, а по сути своей большой семьей. У нас собираются люди, которые интересно находиться в этом товарище, которые пришли со своими чаяниями, желаниями. И вот эти чаяния и желания воплощаются в этих выставках. Это выставка – результат тех наблюдений, тех изысканий, тех впечатлений, которые художник набирает в течение года, и они показывают это на своих работах. Среди 200 работ, представленных на экспозиции, только одна Николая Комова. Над этим полотном из серии, посвященной природе и красотам Карельского полуострова, художник трудился на протяжении четырех дней. Каждое утро выходил ровно в 10 часов на это место и ровно в 2 часа писал эту картину, пока свет, солнце стояло на одном месте. Вот когда можно было написать. Это озеро Онежское. Сегодня в товарищество входит более 80 художников, народных мастеров и фотографов. С каждым годом ряды Творческого Союза пополняются. В данной выставке принимают новые имена, которые товарищи старались художникам. Надеются, что вступят в наши ряды, и они в дальнейшем будут активно принимать участие в жизни товарищества орловских художников. И в целом вольются в наш единый творческий коллектив. Среди таких новичков и орловский художник Анатолий Мишин, уже состоявшийся в мастер-кисте, пришел на одну из выставок товарищества, осмотрел представленные работы и изъявил желание вступить в объединение. Просто сам внучок рыбачок меня к этому подвиг. Очень подвижной такой внук. И захотелось запечатлеть его на память и оставить ему наследство. Это у нас силикатный пруд, там частенько ловят. Правда, таких рыб там не бывает, это я уже сочинил. Поэтому второе название этой картины – это «Сказочный улов». На традиционной выставке представлены работы разных художественных направлений. В основном это пейзаж. Среди многообразия изображений особенно выделяются и бросаются в глаза объемные работы в стиле абстракционизм Ирины Орловой. На них можно увидеть эмоции, грусть, отчаяние, радость и спокойствие, изображенные на холсте с помощью красок. Работы из одной серии, другое дело, что они выражают совершенно диаметрально противоположное зачастую чувство. Мне хотелось в абстрактных изображениях передать различные состояния человеческой психики, настроения. Традиционная выставка товарищества получилась яркой и разноплановой, отмечали первые посетители. Впечатления замечательные, очень все нравится, картина действительно достойна уважения, восхищения, очень теплые, светлые, красивые. Посетителям нравятся выставки, еще раз, хорошие, добрые, с очень эмоциональной посыль, которая идет от этих работ, очень позитивной. Поэтому мы рады всегда видеть этих художников здесь. Надеемся, что нашим зрителям тоже все это будет нравиться. Мастерство орловских художников, скульпторов и фотографов можно оценить в областном выставочном центре. Экспозиция будет работать до 28 июля. Наталья Чунина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Любителей ракетки и валанчика ждут в ближайшие выходные на финальных играх по бадминтону. Игра состоится в рамках благотворительного проекта «Добрые руки». После можно будет пообщаться с космонавтом и президентом Орловской областной федерации бадминтона. Желающих ждут по адресу город Орел, улица Матросова, 5. Орловчан приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа в 9 часов утра на Бульваре Победы состоится торжественная церемония возложения цветов к стеле воинской славы. Там же будет организована работа мастер-классов, викторин, выставок, фотографии и исторического оружия. В 10 часов на площади Мира пройдет торжественная церемония подъема дубликата красного флага, водруженного над городом 5 августа 1943 года, а также митинг памяти. В День города орловчане смогут увидеть и традиционную выставку-ярмарку «Ремесел», которая будет работать на протяжении дня перед входом в городской парк. Там же в 6 часов вечера откроется фестиваль единоборств. 5 августа на протяжении дня на разных площадках города пройдут праздничные концерты, на которых выступят лучшие коллективы области, солисты областной филармонии, а также артисты орловских театров. Также ожидается выступление специального гостя. Группа «Братья Гримм» даст концерт на площади Ленина в 20 часов 40 минут. В 22 часа небо над Орлом озарится праздничным фейерверком. Закончат праздничную программу выступления коллектива «Разные» на Центральной площади. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28, а также пишите на наш сайт obl1.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Звоните 22 20 37. Мечтаете о ребенке? Специалисты клиники «Центр ЭКО» на улице Московская, 63 Ж, с помощью современных технологий сделают все возможное для наступления долгожданной беременности. Запишитесь на бесплатную консультацию. Клиника «Центр ЭКО» с заботой о самом ценном. Более 10 лет на рынке. Более 100 наименований тротуарной плитки и малых архитектурных форм. Завод «Артштайн». Искусство делает жизнь ярче. Телефон 48 74 94. Магазин стильной одежды «Финфлэйр» объявляет финальную распродажу лета. Яркие образы и жаркие скидки до 70% ждут вас в магазине «Финфлэйр» в торговом центре «Мегагрин» и на сайте «Финфлэйр». Конкурс «Молодые кадры Орловщины» дал мне, наверное, дополнительную веру в себя и в свои силы. Реализовать какие-то свои идеи, свои проекты. Далеко не каждый регион может похвастаться наличием реально действующего социального лифта. Конкурс «Молодые кадры Орловщины» лично мне дал тот опыт и тот старт. Участвовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» нужно каждому, кто молод, у кого горячее сердце. Я понял, что можно участвовать в настоящей жизни, внутренней жизни нашего города и нашей области. «Молодые кадры Орловщины» Погода мало будет напоминать июльскую. Северный ветер тоже внесет свои коррективы. Развернутый прогноз прямо сейчас. В Амцинске в пятницу переменная облачность, небольшие дожди с грозами. Днем плюс 21, ночью все так же прохладно, плюс 14. В Ливнах переменная облачность, сохранится вероятность осадков. Температура 22 со знаком плюс, ночью 14 тепла. В Болхове солнце и небольшие облака в перерывах между возможными дождями. Плюс 21, ночью плюс 14. В Орле хоть и ожидается переменная облачность, но темные тучи местами будут застилать небо. До плюс 20, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Вы смотрели прогноз погоды. Оставайтесь первым областным. Наши партнеры. Впервые в Орле с 13 июля по 11 августа контактная интерактивная выставка нового формата нашествия динозавров. ТМК Грин, Конгресс-холл, третий этаж. Клиника Дикцион. Забота, комфорт и качество. Все в одном месте. Кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 13,5 годовых. Все сбережения застрахованы. Книжно-канцелярская компания «Оптимист» объявляет акцию с 1 мая по 28 сентября. Будут разыграны ценные призы, а главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Розыгрыш призов состоится 28 сентября. Салон «Ателье Соня» производит все виды чисток, подушек и одеял. Подарите вашей подушке вторую жизнь, а себе крепкий, здоровый сон. Пусть эта пятница для вас будет погожей и дарит прекрасное настроение. Целый день. До свидания. Будьте внимательны. На «Орел» надвигается нашествие динозавров. Захватывающая шоу-аттракцион полномасштабных моделей древних рептирий, окутанных тайной исчезновения. Хотите впечатлить своего ребенка и сделать классное семейное фото? Приводите детей. Приходите сами. Впервые в «Орле» с 13 июля по 11 августа. Интерактивная выставка динозавров. «Конгресс-холл Грин. Третий этаж». Билеты можно купить на сайте «Динозаврус.ру» или в «Кассахарел-концерт» и «Конгресс-холла Грин». Глаза. В них отражается мир. Когда мы смотрим в глаза врача, мы ищем ответ на главный вопрос. В эти секунды весь мир может измениться раз и навсегда. Так важно, чтобы врачу было не все равно. Мы вкладываем сердце в свою работу, стараясь лечить людей так, как хотели бы, чтобы лечили нас. Хорошо, что в «Орле» такое возможно. Клиника «Диксион». Петрова Марья Ивановна! Что случилось? Здравствуйте! КПК «Сберегательный союз» еле нашел вас. Вот ваши проценты. Примите, распишитесь. Ой, спасибо! Как всегда, без задержки. А датчика-то у вас хорошая. Так деньги в правильном месте храню. «Сберегательный союз». Звоните 22 20 67. Школу! Я не готов! Грандиозная акция от «Оптимиста». С 1 мая по 28 сентября, совершая покупку в магазинах «Оптимист» на сумму от 2000 рублей, вы получаете билет, который дает вам возможность поучаствовать в грандиозной акции. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Розыгрыш призов состоится 28 сентября в городе Орел. Культурно-досуговый центр «Металлург». Регистрация с 11.30. Начало в 13.00. Школу вместе с «Оптимистом». Твои самые долгие отношения с подушкой и одеялом иногда могут закончиться плохо. Наперники загрязнились, пух и перо взбились в комки, поселился пылевой клещ и предмет оккультизма вызывает у тебя страшные сны. Что же делать? Выход один – обратиться в салон от Илье «Соня» и твой ночной кошмар закончится, а ваши подушки и одеяло обретут свежесть и вторую жизнь. Наш адрес – город Орел, улица Пушкина, дом 39, напротив здания «Ромашка». Поселок Нарышкино, улица Немкова, дом 23, около церкви. Телефон – 48-0-80. Девочкино, улица Немкова, дом 39, но 4-0. Девочка, дом 39, но 4-0. Девочкино, улица Немкова, дом 39, но 5-0. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok